Вот так правильно держишь этот бег. У-у-у! Давай-давай. Трыгай. Уноси ногу. Всё-всё, остановись, остановись. Во-во, стой. Право-во. Потихонечку туда, не расцепляй руки. Некоторые из этапов соревнования заставили учителей проявлять чудеса и квилибристики. К слову, сами задания отличаются друг от друга. Некоторые направлены на логическое мышление, в каких-то нужна сила. Также есть и те, что требуют высокий уровень ловкости. Вот он, самый сложный этап для большинства участников. Называется он паутинка. И пройти его нужно достаточно быстро и за определённое время, при этом не запутавшись. Сложность ещё и в том, что пройти этап должна вся команда одновременно при этом держать за руки. Именно здесь и проявляется её слаженность. Однако участники показывают хорошие результаты. Они дружно преодолевают все трудности и с радостью делятся своими впечатлениями. Эмоции на самом деле шквал. Все так в одну секунду не передашь. Работали слаженно, как договаривались на старте. Работаем нога в ногу, рука об руку. Это уже седьмой муниципальный слёт туристов. Проходит он второй день. Первыми соревновались ученики. В этом году его приурочили сразу к двум датам. Ну, во-первых, 80-летие детского туризма в Красноярском крае. Году театра. Значит, вчера, по вчерашнему дню результаты были подведены вчера. Предварительно лице первое место, вторая школа второе место общим командам. И третье я сам затрудняюсь пока ответить. Ну, а сегодня, после окончания дистанции, будут подводиться. А, у нас ещё сегодня конкурс поваров. После поваров будет подводиться общий зачёт. Также одна из команд преподавателей отправится на краевой педагогический турслёт. На строй у них боевой, и сдаваться учителя не намерены. Особенно их воодушевляет, что команде доверили представить в своём лице родной город. Мы на протяжении многих лет участвуем в педагогическом турслёте города Каннска. И в этом году мы поедем на краевой турслёт. Мы гордимся нашими успехами. Мне радостно, что мы лучшие. Стесняться не буду. Но стесняться действительно нечего. Ведь не раз команда 4-й гимназии занимала первое место на подобных соревнованиях. И теперь представит наш город. Краевой педагогический турслёт пройдёт 27 сентября в Красноярске. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5 канал.